...последнего спикера Кати Каминской, которая очень любит своих клиентов, вдохновляется ими. И передаю слово Кате. Привет всем. Меня зовут Катя, как уже представили. Я работаю менеджером в компании Yolantis. И я хочу сразу вас предупредить, что несмотря на менеджерский опыт в 7 лет, в сервисе клиентском я считаю, что делаю первые шаги. Я только осознала, что многому нужно учиться. И я хочу с вами поделиться некоторыми идеями, которые возникли по этому поводу. Интересно, что сегодня уже была схожая аналогия, когда презентовали доклад студии Тюбик. И схожие вещи говорил Саша в своем докладе. Вот поэтому начнем. Скажите, пожалуйста, сколько из вас работает в аутсорсинговой компании? Неплохо. А теперь расскажите еще, кто из вас любит хороший сервис? Отлично. Моя аудитория. Поскольку я тоже люблю хороший сервис, то я думаю, что именно это та часть, которая позволяет Уберу быть таким желанным в нашей стране. Из-за которой люди смотрят, какое заведение пойти на Форсквэр. И это то, что заставляет иногда девушек ехать к своему мастеру на другой конец города. Возникает вопрос, почему же мы, разрабатывая IT-продукты, переживаем о том, как попасть в сроки, в бюджет, попасть в скуп, и не думаем о том, как оказать хороший сервис клиенту. Мне кажется, что есть такая проблема. Ведь для компании, которая занимается аутсорсингом, очень важно, то, сколько клиентов у нее будет, и насколько качественными будут эти клиенты. К сожалению, я ни разу не заказывала IT-продукт, поэтому мне очень сложно рассказать о своем опыте, каких-то ошибках или наблюдениях. Но я очень люблю кушать мне дома, и поэтому посещаю какие-то заведения и очень люблю хороший сервис. Поэтому разрешите мне рассказать вам о некоторых аналогиях. В первую очередь хочется сказать о том, как сервис может помочь увеличить количество клиентов. Вот ответ кроется в рефералах. Дело в том, что согласно исследованиям, 92% людей они слушают совет своих друзей, знакомых, иногда просто людей в интернете. Соответственно, если вас посоветуют, то вы получите клиента. Я уверена, что каждый из вас ходил в заведение, которое вам порекомендовал друг. Ведь правда же? В IT-компании мы тоже можем получить реферального клиента. И эти клиенты, они на самом деле чудесны, потому что они стоят дешевле, чем привлечение не реферального клиента. Они останутся с вами дольше, они доверяют вам уже со старта. И они больше покупают на самом деле. Но, чтобы получить реферального клиента, недостаточно просто вложиться в срок, в скоп и в бюджет. Вам нужно сделать что-то больше, потому что, когда вас рекомендуют своему другу, очень ожидают, что этот друг вернется и скажет, чувак, ты шаришь в разработчиках. Они такие классные ребята, они мне все сделали как надо, а под конец они еще помогли презентацию инвестору подготовить, настроили мне аналитику. И ты не поверишь, это все было бесплатно. Второй момент это, как же вот клиентов обычных превратить в качественных. Для начала давайте определим, что качественным клиентом я буду называть того клиента, который платит больше за час работы. Вот такой ответ я нашла в одной книге. Если сервис, который вы предоставляете, очень хорош, то в какой-то момент клиенту практически все равно, сколько он заплатил. Или, по крайней мере, он не будет трястись за каждую копейку. Поэтому делайте больше ожиданий клиента, и тогда вам придется конкурировать на другом уровне. Вам не придется драться с ним за каждый доллар, который он должен вам заплатить. Итак, предлагаю вам пройти небольшой путь со мной. Вы в ресторане. Ваша компания – это ресторан. В первую очередь, конечно же, столик, который вы резервировали в ресторане. Он не должен быть занят, когда вы туда пришли. Но когда заходит клиент, которому вы обещали, что через неделю вы начнете разработку, и команда еще доделывает другой проект, или, ой, кто-то не вышел из отпуска, это как бы кажется нормальным. Итак, переносимся в ресторан. Вы заходите. Если вы предварительно побеспокоились, договорились о том, что когда вы придете со своей семьей или с девушкой, этот столик по окна будет свободен, и вы начнете проводить приятный вечер. Но там сидят какие-то люди. И вам нужно начать заниматься выяснением отношений. В IT-компании это будет, например, переписка с копией на всех, или обращение к аккаунту со словами «Эо». А что, в общем-то, произошло? Понятное дело, что бывают разные ситуации, но постарайтесь на входе сделать все идеально. Потому что если вы испортите впечатление клиента на самом входе, вам будет потом гораздо сложнее доказать, что вы клевые. Если театр начинается с вешалки, то ресторан начинается с меню. И моя рекомендация – будьте экспертами и хорошо знайте свое меню. Потому что если клиент начнет у вас уточнять состав блюда или сколько оно готовится, а вы этого не знаете и даже не удосужитесь пообещать спросить у шеф-повара, – то, наверное, вы будете возмущены. Кроме этого, было бы здорово, если бы вы знали не только ваше меню, но также схожее блюдо. Ведь если клиент попросит у вас сделать ему фрапе, а вы предложите кофе для сэ, то это будет гораздо лучше, чем если вы ему скажете «Сори, у нас такого нету». Ведь и то, и другое – это холодный кофе. Будьте готовы ответить на самый странный вопрос клиента или модифицировать блюдо согласно его пожеланиям. Здесь реальная история из жизни. У меня есть подруга, которая всегда в заведениях спрашивает, есть ли в блюде мед, даже если это борщ. Дело в том, что у нее очень серьезная пищевая аэргия, и у нее начинает пухать слизистая, и она может умереть, если в блюде окажется мед. И это просто удовольствие смотреть на реакцию официантов. Лишь многие из них, понимающие, отвечают ей на вопрос, что, например, меда нет, или обещают уточнить. Или же выясняют, а почему, собственно, она задает этот вопрос. И аккуратнее уже относится. Многие, очень многие просто смеются в лицо. Если ваш клиент просит в приложении сделать навигацию по экрану, не только вправо и влево, а еще вверх-вниз, не говорите ему, что так никто не делает. Ведь Snapchat делает, и вы выдадите себя. Вы не используете Snapchat. А большинство людей уже используют. Значит, вы не в тренде. Тут вот небольшая история неуспеха. Был один клиент, который в момент перед релизом спросил, ребята, а вы готовы, если у меня будет каждый день добавляться по 10 тысяч пользователей? Сервера выдержат? Ну, конечно, спросили у вакенд-команды, выдержат ли. Они сказали, да, выдержат, конечно. Но на самом деле мы, и мы, и вакенд-команда понимала, что это стартап, такой же, как и еще куча стартапов, и в ближайшие месяцы, при том, что планов на маркетинговую какую-то компанию вливания денег не было, ну, такого просто не произойдет. Какая разница, выдержат себя или нет? И когда в какой-то момент об этом клиенте написал Huffington Post, и клиенты просто начали ломиться толпой, и сервер лег в 4 утра, я могла только находиться на связи с клиентом и винить себя, проклинать разработчиков. И это была очень большая ошибка. Внимательно, очень внимательно относитесь к тому, о чем вас спрашивает клиент. Лучше вы очередной раз узнаете, что в вашем ворще нет меда, чем ваш клиент умрет. Это о времени приготовления блюда. Вы должны предупреждать своего клиента, когда он сможет получить еду. И чем голоднее клиент, тем это важнее. Если человек всю свою жизнь собирал деньги на то, чтобы разработать мобильное приложение, которое станет его просто деятельщем, то, возможно, он согласится урезать какой-то функционал, не делать чего-то там, лишь бы получить как можно быстрее подтверждение, что его приложение выстрелит. Поэтому рассказывайте клиенту, сколько займет времени разработка, очень детально, и рассказывайте ему о том, что может ускорить процесс разработки. Напоминайте клиенту о том, сколько времени осталось до приготовления блюда. Не знаю, помните ли вы такие ситуации в жизни, но я просто обожаю официантов, которые приходят и говорят о том, что уже готовятся. Так, еще пять минуточек. Вот еще совсем чуть-чуть, и мы вынесем. Я уже видел, что ваше блюдо стоит. Мне осталось только сходить за ним. Это просто шикарно, потому что они формируют ваши ожидания. Вы не грустите, вы не придумываете себе истории. Вот незнание — это возможность придумать себе кучу негативных историй. О том, что про вас забыли. Наверное, он забыл мой заказ. О том, что пришел вот тот вот очень богатый дядя, и он, наверное, заказал гораздо на большее деньги, и поэтому для него вначале приготовил. Придумывать можно все, что угодно. Держите клиента, апдейтинг о том, что у вас происходит на вашей кухне. Внимательно следите за своим клиентом. Наверное, у каждого из вас наступал момент, когда вы вот покушали, и как бы уже клево пойти домой. Официанта-то нету совсем. И вы, значит, начинаете его выискивать. Вы потом уже думаете, может быть, я другого какого-то официанта словлю. Может быть, я уже пойду за ним ногами. У меня обычно миниатюрка отличница. Я поднимаю руку и держу ее до тех пор, пока меня хоть кто-нибудь не заметит. Иногда эта миниатюра перерастает в небе. Миниатюр. Саша уже советовал, чтобы команда договорилась о том, кто может ответить, если тот человек, который должен отвечать, например, менеджер, занят. В нашей компании практикуется такой подход, когда даже если клиент пишет в неурочное время или кто-то на митинге, я этому и училась в Иоаннте, на самом деле. Лучше напишите ему, чувак, я сейчас на митинге, я просто не могу тебе ответить, но я это обязательно сделаю через полчаса. Это гораздо лучше, чем делать вид, что ты не заметил. Все ведь знают, что мы заметили, скорее всего. А если не заметили, то это тоже очень плохо. И не забывайте о том, что можно продавать дополнительно. Ведь спросить, могу ли я предложить вам бокал вина или могу ли я вам предложить десерт, это не сильное отличие с тем, чтобы предложить клиенту лендинг-пейдж или сделать кабминку для его бэкэнда, или провести ему какое-то маркетинговое исследование. Здесь есть несколько интересных советов. В первую очередь лучше работает, если вы предлагаете клиенту не конкретный какой-то продукт или напиток, а вы обращаетесь к его нуждам. Может быть, чего-то попить? В этот момент клиент думает, что на самом деле это он решает, что он хочет попить. И выбирает, что попить, а не вы. Потому что если вы предлагаете абсолютно что-то конкретное, то он считает, что вы ему это втюхиваете. Второй хороший совет, это не пробуйте продать что-то дополнительно человеку, который абсолютно точно знает, что он хочет. Если человек пришел и сказал, я хочу вот этот вот бургер и вот этот вот сок, очень быстро все выбрал, не стоит ему предлагать десерт. Он вообще не собирался его есть и вряд ли захочет. Знаете, о чем этот слайд? Этот слайд о шикарных, грустных официантах. Дело в том, что ваша работа, это ваша сцена. Когда вы приходите на работу и вы обслуживаете клиента, бывают разные ситуации. Но в большинстве случаев вы пришли, чтобы сделать так, чтобы клиенту понравилось, а не рассказать ему о том, какой у вас был паршивый день, как у вас какой-то маршрутчик обляпал и так далее. Поэтому будьте открыты, будьте терпеливы к вашим клиентам. Помните о том, кто из вас на кого работает. Даже лучшая компания, ну им не удается сделать так, чтобы все клиенты были довольны. Всегда, всегда, всегда будут недовольные клиенты. Очень важно то, как вы их обработаете, скажем так. Недовольный клиент это ваш шанс прокачаться и ваш шанс получить суперлояльного клиента. У меня есть одна история из жизни. Мы с моей подругой пришли в заведение и когда ей подносили бокал вина, она не заметила официанта, дернула рукой и бокал разлился полностью на нее. В этот момент, если бы официант сказал, что, да что же вы делаете, кто-то руками машет, хотя так часто бывает, был бы невероятный скандал. И эта подруга, конечно же, никогда бы больше не пришла в заведение. И никто бы из ее друзей не пришел в заведение. И еще очень много людей могли бы не прийти, потому что оставленный отзыв на форс-клэр очень сильно меняет отношение к заведению. Но официантка была настолько поражена этой ситуацией и настолько горевала, что она облила мою подругу и извинялась, и принесла полотенце, что уже подруге стало как-то неловко. По счастливому стечению обстоятельств у нее была какая-то сменная футболка. Она переоделась и на столе нашла комплимент. У нас был сразу накрыт десерт на нас двоих, чай и, конечно же, куча извинений от официанта и от администратора заведения. Эта подруга еще не раз пришла в это заведение и привела туда своих друзей. В одной книге о салоне, о салоне красоты была история о том, что клиентке сожгли волосы. Это практически необратимо. То есть переодеться — это одно дело, сожженные волосы — это другое дело. Так вот, глава компании он практически каждый день звонил ей и спрашивал, как она вообще, не хочет ли она прийти к ним на укладку, которая, конечно же, будет совершенно бесплатна. Эта клиентка получила целый пэккедж товаров по уходу за своими волосами. И хотя нельзя сделать человека, которому нанесен какой ущерб счастливым за какие-то два дня или за месяц, в течение года, эта клиентка была суперлояльным клиентом компании, и показатели говорили о том, что именно этот человек сгенерил наибольшее количество реферальных клиентов. Можете себе ставить. спрашивайте. Спрашивайте о том, как вы предоставляете сервис. Ваши клиенты — это практически единственные люди, которые могут вам рассказать о том, что вы делаете правильно и что вы делаете неправильно. Очень клево работает, если спрашивает не тот, кто предоставлял сервис. Например, официант спрашивает о том, понравилось ли блюдо. Ведь это не он готовил, это готовил шеф-повар, и ему можно передать пожелание, если что-то вдруг было не так. Используйте это и в своей компании. В нашей компании аккаунт-менеджер опрашивает клиента и спрашивает, ну как там, все хорошо. Кроме этого, неплохо работают опросники. Просто форма, которую клиент может заполнить, может не заполнить — это его выбор. Здесь тоже совет. Не кушьте слишком сильно. Все-таки клиент не должен на вас работать и быть в вашей, не знаю, аудитории, на которой вы улучшаете свой сервис. Говорите «до свидания» клиенту, так будто вы уже скучаете и очень-очень-очень жалеете, что он уходит. Это касается завершения проектов, рекортов, писем, которые вы пишите клиенту. И это очень схоже с тем, что происходит в ресторане. Вспомните этот момент, когда все было клево. Этот мальчик вам так улыбался, девочка. Вот, и тут вы уходите, оплатили счет, говорите ему «Пока». А вам тишина в ответ. Можно приложить очень много усилий к тому, чтобы сделать клиента довольным или счастливым, но зафейлить какую-то мелочь на выходе, и все было бесполезно или практически бесполезно. Два момента, когда нужно обратить максимальное внимание. Это когда клиент заходит в ресторан и когда клиент выходит из этого ресторана. А это слайд о том, что не изобретайте колесо. Сегодня было достаточно спорное для меня утверждение о том, что нельзя переносить опыт из разных стран и так далее. Так вот, по моему мнению, отрасль IT-разработки, она достаточно молодая, и некоторые люди, мне кажется, они изобретают колеса. Можно заглянуть в сервис, клиентский сервис, в совершенно разных областях и найти замечательные советы о том, как сделать клиента счастливым и перенести их в компанию. Ну и спасибо. Надеюсь, вам все понравилось. Катя, спасибо большое за доклад. Действительно, из такого ресторана не хочется уходить. У меня вопрос, возвращаясь к слайду об осте-мейте. К сожалению, часто так бывает, что команда поваров сама не в состоянии даже разобраться, сколько может занять приготовление блюда и какие ингредиенты могут понадобиться. Как менеджеру в таком случае, официанту, обойти вот этот вот трекий момент и не дать каких-то обещаний, которые мы и не выполним, и в то же время и не дать недостаточно полной информации? Спасибо вам за вопрос. Он помог мне немножко вспомнить то, что я не сказала. Вам, во-первых, нужно, чтобы вся команда знала, что это ответственность всех и это очень важно, чтобы вы проговаривали постоянно, что удовлетворенность клиента это цель вашей компании. Вы должны быть практически как проповедник. и, кроме этого, вы должны объяснять, каким образом можно сделать клиента довольным. Относительно непосредственности мейта вам нужно очень часто как бы пинговать или контролировать, ну, это не спрашивать, это не значит, ай, готово, 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 это значит делать какую-то аналитику того, где там есть отставание или нету его, и как только вы почувствовали, увидели, что есть отставание, нужно сообщать об этом. Потому что одно дело, если на двухнедельном спринте вы где-то на третий день скажете клиенту каким-то образом в красивых словах о том, что чувак, на самом деле мы не сделаем тебе там четыре фичи, мы заделиверим ну, максимум три. И другое дело, если вы с ним переписываетесь и такие эй, привет, у нас все нормально, у тебя как? А за день до окончания спринта ой, а мы только две фичи сделали. Ничего, если мы на демо остальные две не покажем. Конечно, не ничего. Это все равно, что вам вы прождали уже полчаса и вам говорят ой, знаете, суп мы принесем, а второго, к сожалению, не будет. Дмитрий, компания Мальсуис. Большое спасибо за доклад и за очень яркую аналогию, очень хорошо подходит. И насчет сервиса я с вами согласен до последнего слова. У меня более такой философский вопрос. Насколько я знаю, компания Lantis позиционирует себя как компания, которая предлагает очень хороший UX. И я вспоминаю ваши слова о том, что иногда у клиентов могут быть странные вкусы, странные запросы и их нужно учитывать, какими бы странными они ни казались. И если представить себе ситуацию, она довольно распространенная на самом деле, когда, несмотря на всю вашу экспертизу и на ваш отличный сервис, клиент предлагает или хочет заведомо ошибочное решение. И как бы вы не пытались ему донести, что это решение не очень хорошее, он все равно на этом настаивает, вы, следуя правилам хорошего сервиса его делаете в результате юзер экспириенс, ну, в данном случае, получится не очень удачным, и человек будет расстроен в итоге. Безусловно, это было следствие его выбора, но обвинять он будет вас. Как бы вы, ну, как бы, в общем, решали ли вы такие ситуации, как бы вы их решали? Я сейчас скажу сразу, что это персонально мое мнение, потому что здесь сидят Саша и Сережа, так я что-то не могла сказать. Вот, но мне кажется, что здесь очень многослойный ответ на этот вопрос. Во-первых, важно понять, почему человек это хочет. Потому что, если это история с медом, вообще все понятно, да, лучше это будет неуспешный продукт, он живой. эстетические порывы? Эстетические порывы, там есть глубокие какие-то штуки. Я хочу, как в Snapchat, вот, это глубокая штука, или я видел, что там мой ребенок этим играется. Тогда нужно нырнуть вот в ту штуку названную и сделать там какой-то ресерч, анализ, потому что, скорее всего, есть вещи, которые вас не очень интересуют, но они существуют на рынке и, возможно, весьма успешны. Ну, а дальше еще нужно все-таки вспоминать вот про ценности. Важно понимать, что это за клиент и зачем, какая ключевая цель его продукта. Если он хочет зарабатывать, то ему можно попробовать грамотно объяснить, что это не заработает. А если он хочет сделать вот такое, он мечтал всегда сделать такое предложение, то сделайте, и он будет счастлив. добрый день. Я тут, 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 выше, вот. Спасибо за доклад. И у меня вопрос более личного такого характера. Какие блоги, какие люди тебя вдохновляют, какие статьи ты любишь и вот книги, наверное, которые ты бы рекомендовала? Последний. Ну, зачастую у меня так случается в жизни, что что-то отдельно от IT я начинаю увлекаться каким-то разделом. До этого я очень сильно увлекалась какими-то историями успеха и параллельно увлекаюсь, ну, конечно же, Эллен Маск мой фаворит, то есть человек просто не останавливается ни перед чем. Относительно нынешнего я вот заинтересовалась клиентским сервисом. Это две книги, могу авторов назвать, если подойдете или написать куда-нибудь, но это секретный сервис, это была книга о весьма успешном салоне красоты в Штатах, и вторая это была клиента на всю жизнь, и это было салоне автомобилей. Совершенно разные книги, но очень схожие подходы и советы, и еще очень интересная штука, которую оба автора говорили идентично, о том, что они когда ездят и читают какие-то доклады или рассказывают на конференции о том, какой чудесный сервис они сделали, то к ним подходят люди и говорят, ой, спасибо большое за доклад, но, к сожалению, я фотограф, и мне не подходит это вообще никак. На самом деле подходит. Модифицировать, конечно же, нужно, нельзя прямую какую-то аналогию использовать, но все правила, которые используются в сервисе, работают в каждом из направлений или в каждой индустрии. Здравствуйте. У меня тоже, наверное, немножко личный вопрос. Гипотетически, моделируем ситуацию, есть заказчик, вы не имеете доступа вообще к заказчику, коммуникация с заказчиком происходит раз в неделю, раз в две недели через сейлс-менеджера. Взялись бы вы пиемить подобный проект, какие вы видите в этом риски и как бы вы поступали в этой ситуации, если бы вы таки взялись? Спасибо. А можно спросить еще дополнительный вопрос, а зачем? Что зачем? Зачем сейлс между пием или зачем пием, если есть сейлс, который забирает? Мы моделируем ситуацию. Вот такая вот ситуация. Вот перед фактом вас поставили, что ситуация вот такая вот. И по-другому, но никак. Ну, это тоже зависит. Конечно, если бы это был единственный способ для компании, не знаю, заработать деньги, то, наверное, взялась бы и попробовала что-то с этим сделать, не знаю даже что. Но если бы это был один из возможных вариантов, то, наверное, нет. Снова таки. А зачем? Получается, я буду работать с сейлзом, как с заказчиком, который будет еще с заказчиком. А листы? Что вы можете про листы сказать? Да вы же, получается, вот этот человек дополнительный, ну, как мне кажется, он просто закрывает вам глаза. Вы не знаете, что на самом деле происходит. Может быть, то, что вы приносите информацию о том, когда будет готово блюдо, оно вообще остается у сейлза в почте не открыто. Ну, вы привели еще такой кейс интересный про то, что сервера не выдержали огромного количества юзеров, которые пришли. Как вы вышли из этой ситуации? Ну, я понимаю, что вы извинились и так далее, но там, если провести аналогию с рестораном, который там вынес комплименты и так далее. Мы сделали некую работу бесплатно для клиента. Мы заменили команду, которая занималась. Конечно же, мы признали о том, что это был полный фейл с нашей стороны. Тут очень еще важный момент такой, это признавать фейлы. На самом деле, лучше всего признавать фейлы, даже если вы считаете, что это не ваши фейлы. Потому что, когда приходит, ну, вы говорите официанту, типа, мне не очень понравилось это блюдо, кажется, котлета там была не дожарена, а он вам говорит, да не дожарена. Очень странный, да, вот в этот момент происходит штука. Или он говорит, да у нас лучший шеф-повар работает, да какая мне разница, какой у вас шеф-повар работает, она не дожарена. Сделайте с этим что-то. Вот, очень важно сработать в этой ситуации. На самом деле, очень клево тогда сработала компания, я очень рада, что случилось, этот клиент до сих пор с нами. Мы просто сфокусировались все вместе и решили эту проблему и сделали еще чего-то больше. Ну, вот мы начали ему разрабатывать практически везде не андроид-приложения, например. Добрый день, Владимир. У меня вопрос тоже смоделировать ситуацию. Такое иногда бывает, что приходит клиент и говорит, я, в общем-то, состоявшийся менеджер и я сам буду менеджить команду. и при этом как-то сменеджить его ожидания через разработчиков не очень получается. То есть, а он при этом на самом деле не менеджит в полном понимании заменеджить команду, он и не менеджит, он и следит за дедлайнами, он не организовывает эстимейты. То есть, был ли какой-то такой, ну, такого рода опыт и если был, то как вы решали проблему? Спасибо за вопрос. Ну, я слышала о том, что такие кейсы бывают. Конкретно у меня, к сожалению или к счастью, такого опыта не было. Но сразу же пришла в голову аналогия. Знаете, есть рестораны, когда вам выносят все ингредиенты, ставят перед вами печку и вы готовите. Ну, не смогли приготовить вкусно, но можно советовать, вот что можно делать. Да, можно что-то приходить и рассказывать какие-то бест-кейсы, типа, а мы так вот делаем на самом деле. Лучше всего, если бы тебе делали отчет, еженедельный. Лучше бы, если бы ты делал вот так. Но больше же вы ничего не можете, вы же не можете стать руками этого человека еще и бесплатно готовить ему суп, если он за это не хочет. На самом деле, спасибо большое. На самом деле, у нас еще пара минут. Все, вопросы к Кате закончились, так быстро. Патя впереди. Вот, можно на что-то, которые поаплодируют. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ